Пожарная тревога. Всем сотрудникам покинуть здание. Меньше трех минут понадобилось воспитанникам детского сада номер 141, чтобы покинуть условно задымленное здание. Здесь прошли противопожарные учения и сотрудникам и детям удалось уложиться в заданный МЧС-норматив. На эвакуацию в случае пожара сотрудники министерства дают не больше трех минут. Эвакуация подразумевает отработку определенных навыков, которые помогут сохранить жизнь и здоровье в случае возникновения такой серьезной опасной ситуации, как пожар. Если достаточно часто проводить подобные тренировки в игровой форме, если постоянно рассказывать детям о правилах эвакуации, то можно избежать очень серьезных и страшных последствий. Поэтому подобные тренировки в саду проводят регулярно в форме различных квестов и викторин. В этой приняли участие 212 детей и 26 сотрудников. После срабатывания автоматической системы пожарной безопасности все аккуратно и быстро собрались и вышли из здания по пожарной лестнице. Система автоматической пожарной безопасности в этом саду, как во всех остальных, срабатывает на задымление и включает речевое оповещение. Внимание, начался пожар. Параллельно с этим на пульт пожарных поступает сигнал. Сегодня персоналу сада пришлось сразу же позвонить и успокоить пожарных, что тревога была условной. Кроме автоматической системы в саду номер 141 предусмотрены и другие меры безопасности. На стенах схемы эвакуации и огнетушители работает аварийный свет, запасные выходы расположены прямо в группах. Двери свободны и ничем не загромождены. Ручки расположены так, что даже дети смогут до них дотянуться и открыть дверь. Дети, которые умеют правильно эвакуироваться, дети, которые умеют, скажем так, держать себя в руках, несмотря на свой юный возраст. И что немаловажно, я хочу сказать, что и педагогам такая эвакуация просто необходима. Ведь педагоге, любой взрослый человек поддается панике гораздо быстрее, чем ребенок. И вот наши педагоги, проходя, скажем так, экстремальный курс, умеют вести себя в подобной ситуации. Напомним, месяцем ранее специалисты мэрии проверили абсолютно все школы и детские сады Владивостока. Серьезных нарушений не обнаружили, зато были замечания. Все недочеты оперативно устранили. Сегодня все школы и детсады оборудованы автоматическими системами пожарной безопасности. Однако в некоторых из учреждений подходит к завершению срок их эксплуатации, и они нуждаются в замене. В этом году новые автоматические системы пожарной безопасности закупят для 29 учреждений образования. Для некоторых школ и садов также приобретут новые противопожарные двери. Светлана Садовая. Новости на Восьмом.